Во Дворце Творчества прошла торжественная церемония посвящения в ряды юно-армейцев. Ими стали ребята из 33-й школы, а также ученики из 12-й и 18-й гимназии. Построение, торжественное вынесение флага и исполнение гимнов Российской Федерации и Кемеровской области. Быть юно-армейцем очень ответственно, только самые достойные ребята могут вступить в их ряды. Нужно знать и понимать историю своей страны, любить родной край и нашу большую родину, Россию. Перед началом присяги с напутственными словами выступили старшие ребята. Мы, юно-армейцы, чтим историю нашей отчизны, проник память о родственных героях, страдавшихся на свободной зависимости нашей родины, следуя традициям доблести, отваги. Каждому юно-армейцу в этот день выпала честь принести торжественную клятву, всегда быть верным своему отечеству, соблюдать устав юно-армии, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев. Я, вступая в юно-армию, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, всегда быть верным своему отечеству юно-армейцем угрозу. Клянусь! Клянусь! Для мальчишек и девчонок патриотическое движение – это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе. В этот день слова поздравления звучали по-особенному. Поздравляем вас с вступлением во всероссийское, детско-юношеское, военно-патриотическое общественное движение юно-армия. Желаем вам здоровья, творческих успехов в учебе и всего доброго. Поздравляем вас! Желаем успехов в делах, счастья, добра, чистого, мирного неба, как молодой. Растите сильные, смелые, мужественные, добрые и благородные. Что дает мне юно-армия? Она дает мне, во-первых, патриотизм, любовь к родине. Люблю свою родину, поэтому я решила пойти в юно-армию. Вступить юно-армию может любой желающий с 8 до 18 лет. Занятия в объединении начнутся уже 15 сентября.